Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляю вас с воскресным днём! Сегодня воскресенье, в этот день совершается литургия святителя Василия Великого, торжественная, длинная, наполненная глубокими молитвами, которые священник читает в алтаре, молясь за весь мир. И приуготовляю для всех для нас ту бескровную жертву, воспоминание которой мы все с вами и собираемся в воскресный день в храм. Ведь это главная цель наша, именно исповедание своей веры в смерть и воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И сегодняшний отрывок, который читается за Божественной Литургией, как раз таки и указывает нам на эту жертву, указывает нам на её важность, на её краеугольное, фундаментальное значение для нашего с вами спасения. И сегодня церковь предлагает нам отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 9, стихи с 11 по 14. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепель телицы через окропления освящает осквернённых, дабы чисто было тело, то кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принёс себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу живому и истинному». Дорогие братья и сёстры, мы с вами читаем послание святого апостола Павла к евреям. Вчера, в день похвалы Пресвятой Богородицы, в субботу Акафиста, мы читали тоже с вами эту главу, и как раз-таки читали начало этой главы и конец этой главы. Сегодня же, в день воскресный, мы читаем центр этой главы, стихи 11 и 14. И здесь продолжается та же тема, которую мы поднимали с вами вчера. Вернёмся к ней вновь, посмотрим на неё. «Христос – первосвященник будущих благ». Итак, в целом, послание апостола Павла к евреям говорит нам о том, что и утверждает о том, что Господь Иисус Христос – это первосвященник, Он несёт это первосвященническое служение. Мы с вами на буднях читаем книги малых пророков, и как раз-таки вот сейчас актуализируется это наше чтение. Почему? Потому что как раз-таки в книге пророка Захарии мы видели с вами зачатки того учения, которое сейчас несёт и проповедует в себе церковь, учение о том, что Господь сосредоточил в себе три служения. Это царское, это первосвященническое и пророческое. И как раз-таки у книги пророков Захария мы видим, что в этой книге говорится о, вот этом символически, говорится о будущем первосвященническом служении Мессии. Так мы видим вот эту библейскую преемственность, как логика библейского откровения звучит в Ветхом Завете и продолжается в Завете Новом. Имеется в виду в книгах Нового Завета и Ветхого Завета. Христос, итак, Христос первосвященник будущих благ. Он пришёл с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную. Ибо та рукотворенная, о которой мы читали с вами в начале этой девятой главы, буквально вчера, она была лишь прообразом. И весь Ветхий Завет – это символическое пророчество на то главное событие, которое должно быть совершено в Завете Новом. И поэтому Завет Новый – это плирума, это полнота, полнота откровения Божия. Соответственно, Господь приходит не с символом, а уже с тем, что стояло за этим символом. С той правдой Божией. Правдой, которая гласит нам о том, что Господь верен своим обетованиям, что в Семи Авраамовом все племена наследуют землю обетованную. То есть рай. Соответственно, Семя Авраамова – это Христос. Потому что семя стоит не во множественном, а в единственном числе. Не в семени, как многих семенах, а в одном семени. И это семя есть Христос. Об этом апостол Павел говорит в послании к Галат. Господь приходит, он первосвященник. А какова задача первосвященника? Мы читали с вами. Однажды в год один только первосвященник, не без крови, то есть с кровью, приходит и приносит за себя и за грехи народом. Приходит в Скинию, приходит во Святое Святых. Господь приходит не с кровью козлов и тельцов. Почему козлов и тельцов? Потому что в день очищения, когда в этот единственный праздник, когда первосвященник имел право входить в Скинию, он сначала приносил в жертву козла, отсюда известное выражение «козел отпущения», что приносили в жертву козла, его символически отпускали, на него возлагались руки, читалась молитва, которая говорилась о том, что на этого козла перекладываются все грехи народа Божия. Это как раз-таки коллективный грех, грех как ветхозаветного сообщества, как ветхозаветной церкви. Перекладывался на этого козла отпущение этот грех. Его символически выпускали в пустыню, так как пустыня была символом ада, символом пустоты и смерти. И потом этого козла приносили в жертву. А потом приносился агнец непорочный, и с кровью этого агнца первосвященник, ради отпущения своих личных грехов, приходил в скиню и кропил ковчег завета. Крышку ковчега, которая называлась кипорот. Крышка очищения. Господь приходил не с кровью козлов и тельцов, как ветхозаветный первосвященник, но со своей кровью, ибо Господь и есть тот агнец, который был введен на заклание и прямо стригущего безгласен, не отверзал уст своих, как говорит нам пророк Исаия. Соответственно, он со своей кровью однажды, не нужно много раз это делать, однажды происходит спасение. Как у пророка Захария сказано было, что в один день совершит Господь своего спасения. И этот день, это день крестной смерти Христа на Голгофе. Итак, со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Искупление для народа Божия, который уверует в эту жертву, жертву непорочного агнца, Господа Иисуса Христа. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, ведь действительно ветхозаветные обряды, они не очищали греха, они покрывали грех. Это разные вещи. Господь своей кровью омывает, очищает грех. А ветхозаветное обрядовое служение, оно покрывало грех, не изглаживало его, но до времени покрывало. Это все равно, что не мыться, а просто менять одежду. Грязь остается, но внешне вроде бы все чисто. Соответственно, вот эти вот кровь козлов, тельцов и пепель телицы, этим окроплением они как бы омывали, покрывали человеческий грех, но не освящали. Но если они покрывали и делали человека ритуально как бы чистым, достойным, то кальми пачи, говорит нам апостол Павел в сегодняшнем послании, кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу, то есть очистит все наше нутро. И заметьте, совесть тоже требует очищения, ведь есть совесть лукавая. Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Назначение нашего спасения, очищение нас от дел лукавых, очищение всего нашего естества, не только тела, но и нашей души. Потому что человек по апостолу Павлу это совокупность тела и души. По раздельности это не есть полнота человека. Так что, дорогие братья и сестры, будем прославлять в день воскресный воскресшего спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который кровью своею даровал нам возможность искупления и возможность очищения от греха. Будем молиться ему и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова